Доброго утра! Начинаем наш день с завтрака. Вернее, сначала был вакуум, вода, теперь завтрак, но это все Григорий, я уже позавтракала. Гриша, будет омлетик. Сковородочка уже разогревается, и сейчас будет красота. Вливаем и ждем. Доброе утро, мой сын! Ну как тебе омлет? Тут наши муравьишки, они сейчас здесь где влажно. Матка тут. Ну что, жизнь продолжается, у меня все равно поднывает вот эта вот какая-то левая сторона, но обед никто не отнял. Григория нужно идти везти в школу, мы с ним выучили уроки, я тут вяжу параллельно зелень. Зоя приехала, поэтому все по плану. У нас папой купили вареники с картошкой, я сделала сжарку. Сейчас отварила две маленькие пачечки, сейчас еще одну большую, потому что все будут у нас обедать, поэтому чтобы на всех хватило. Все, я немного даже подкрасилась, сейчас уже еду за Антохой, у нас танцы, родители уехали, мы в общем повязали, сегодня петрушка, мама вязала еще кинзы, в общем запах стоит обалденный. Зуб все мой прошел, отошел, я даже не знаю, что это было, какое-то нервное, потому что у меня боязнь стоматологов с детства. Я их прям боюсь очень сильно и, знаете, хожу к стоматологам, когда беременна. Вот реально уже прям, вот когда уже приспичит, когда уже прям беременна, хожу к стоматологам. Нет, вот не знаю, может быть в том году, когда я ходила к стоматологу, после бабушки тайного дня рождения, мы приехали, я помню, и мне там что-то там откололось, я сразу же побежала, не знаю, это какая-то уже пенсия пришла ко мне, что я поняла, что нужно сразу, что это не так, нужно сразу бежать, не запускать, потому что это помимо того, что потом еще больнее и сложнее и труднее и страшнее, что вот сразу лучше. Вот, сейчас беру Антохину футболку, и мы едем, ну вернее я еду за Антоху, а еще Вику забрать, в общем, все, день начинается заново, после вязания, все, я сейчас выйду, все будет отлично. Так, я сейчас съем на ходу в машине, потому что не успеваю перекусить. Тут уже красота, все зацветает, все зеленеет, но пасмурно сегодня, прям так очень пасмурно. Опа, сейчас поедем по кочкам, но по-другому никак. 120 рублей как-то заработал. Бабушка тебе дала. Сколько денег? Одна бумажная, две монетки. О, а это похорон. А что делать? Антоша вчера вязала. Я вчера вязала 120. Это-то значит, сколько связала пучков? 12? 12. Кто меня ждет? Кто меня ждет? Кто идет на танцы? Я что-то такая нерадостная. Привет, давай поцелуемся. Давно не виделись, правда? Давно не виделись, да, Зоя? Хорошо, когда у нас машинка маленькая, видишь, как она встала? Ну да, как раз тебе место. А вы-то твои-то не встали. А мы-то со своей не спали. А я же смотри, думаю, а родня туда с нами не спала. Антоха, наконец-то на танцы, да? Ну я хочу на батуте. Ты хочешь на батуте? Мам, а мы на выходных мы поедем, на волне покатаемся, но по-другому так точно не знаю. Ну я не знаю, сын-оль, мы же думали, может быть, в Камышеватку поедем или в Ейс куда-нибудь. На выходных мы поедем. Ага, ну я точно еще не знаю, как там у папы с работой. Значит, не нравится, а значит, на батуте. Да? Да. А Антоха забираем с танцы. Да, давай, вот так сделал, а плакал. И плакал? Да, вот так он видел. Ты видел, что он плакал? Вы просто сажали на шпагат, да? Да, вот так плакал. А вот так он плакал. А вот так не плакал? Да. А так тоже плакал. А так тоже плакал? Да. Все, мы приехали на батуты. Афонь, там дорожки нет? Подожди, пошли. Я не в сказку попал. Да, тут сейчас не жарко, Гриш. Так что пошлите. Поставь на мою на 20 минут где-то. Так. Ну, в общем-то, там ярмарка, здесь батуты. Афонь, не трогай, а то порежешься. Ты так уже резался. Иди сюда. Ты пойдешь на батуты? Так, пошли. Вот, Гриша. Ну, повыше, чем наши. Побольше. Видите, тут какая-то даже каруселька. Пошлите. Афонь, уходи. Раз. Афонь. Афонь. Афонь, давай скатывайся. Афонь, давай скатывайся. Заткрывай глазки. Это наша Мушастовская площадка. Ты как бы особо тут не развернулся нам, да? Мама, покатать тебя? Хорошо. Так, наши покупки продуктов. Вот этот пакетик из магнита. Бананы. По 79, по-моему, рублей за килограмм. Хлеб. Вот такой вот он. 50 рублей один. Хлебушек тут маленький очень. Ну, я такой люблю с семечками и с морковкой сеченой. Сразу резанный батон для отней. Кофе. Не знаю, купила вот такой вот велюр какой-то. Посмотрим, что. Обычно Якобс нам в последнее время очень не нравится. Либо такая подделка невкусная. В общем, не знаю. Но этот попробуем. И барин, наши любимые, перышки. Вот такие вот. Завтра будем готовить. Это из овощного магазина. Зелёный лук. Капуста. Догадаться не могут, что зелёный. Нет, он не выглядит. Капуста, это уже молодая. 50 рублей за килограмм. Горчица. То есть ещё не гниёт капуста. Так, редиски. Красная редиска. Редиска красная, огурцы зелёные. Да, пупырышку. По 100 рублей за килограмм. И соевый соус, который хороший и вкусный. При котором ни одна соя не пострадала, да? Да. Нет, здесь как раз-таки соя пострадала. В составе вода, соевые бобы, пшеница, соль и сахар. Мы ужинаем. Я сделала салатик. Вернее, дети ужинают, вареники доедают. А нам сейчас папа мясо пожарит. Ну, бери его вареники, он всё равно их не будет. Афоня ест салатик. Кукин. Кукин. Кукин салатик с молодой капустой, с огурчиком и с редисочкой, да? С подсолнечным маслицем. Попробовать. Попробовать? Давай. Я сейчас жду, когда разогреется утюг. Всё, мы поужинали. В общем, супер вкусное мясо. Как всегда, у мужчин поняла, что мясо, блин, вкуснее, приготовленное мужчинами. Салат обалденный зелёным луком. Так это вообще, не знаю, мне кажется, весной зелёный лук настолько вкусный. Вот я сейчас глажу кимоно Григория. Ну, буду только гладить. Жду сейчас утюг разогреется. И повезёт сегодня Гришку. А мы будем играть. Блин, у меня тушь что-то отпечаталась. В общем, я буду сейчас, наконец-то, надеюсь, что сейчас буду распаковывать принтер. Прям уже хочу-хочу. Какой красивый закат. Обалдеть. В жизни, на самом деле, он ещё красивее. Ой, супер. Привет, вы что там? Ну, иди переодень. Пойди сейчас переодень. Ух ты, гол, правильно. Давай, гол! Даша забила. 6-3. 6-3, кто выигрывает? Даша выигрывает. Покажи, что там у тебя. Что? Поцарапался? Что, больно? Да. Ну что, я сейчас буду открывать этот принтер. Принтер для пряников, для бумаги. Тут, в общем, много чего можно на нём печатать. Сейчас буду его открывать. Из Ростова он пришёл. Юник называется. Вот-вот, это красота. Та-да-да-дам. Как мне нравится эти бумажечки? Ай, супер, супер, супер. Сейчас будем... Я достала принтер. Тут осталась вот куча-куча вот этой бумаги клёвой. Мама, вот я прыгаю. Прыгать. Я прыгаю. Да, а вот Афонька теперь будет ещё. Тут два кусочка пенопласта было. Он здесь сейчас будет играть. Мама, прыгай, да? Ну да, прыгай. Котик, только не ударься, ладно? Спать? Да, да. Так, а вот он сам этот аппарат. Слушайте, я специально купила. Я, в общем-то, сейчас расскажу. Привет. Закрыть. Закрыть тебе? Нет, закрывать не надо. В общем, что я хотела рассказать. Что прежде чем... Ну, в общем, там, прежде чем купить принтер, да, я написала на почту. Выбрала способ оплаты. Что ещё выбрала? Доставку куда. Вот. И... Что хотела сказать? А, и там прислали видео, что всё, когда уже всё отправлено, по тому, как обращаться с принтером при... Ну, то есть первый запуск. Да, что нужно там промыть головки. Я всё это посмотрела. Там нужны шприцы, нужна система для капельницы. Я поехала, ещё не открывая принтер, а всё это купила. И сейчас смотрю, что там всё есть. То есть вообще, то есть купил принтер, и ничего даже не нужно покупать. Во всех уходить не надо. В общем, что шло в комплекте. Так, договор. Договор на принтер. Сертификаты все. Если оплачивать банковской картой, то коврик силиконовый в подарок. Это для пряников именно, чтобы не скользило. Чтобы пряники не скользили. И сама инструкция. Сейчас, Афанасия. И сама инструкция, в которой как раз-таки дана сайт ссылка на видео, как нужно всё настраивать. Вот. И поэтому буду сейчас этим заниматься. Промою уголовки. И потом буду всё подключать. Да, в общем, всем весело. Я сейчас буду заниматься принтером, а Афанико здесь играет, да? Да. А махинник. Да. В общем, мы подключили ноутбук. Подключили принтер. Сделали тут все манипуляции. Но забыли открыть вот эту вот штучку. Но я забыла. Но почему-то в видео что-то я не заметила. Про вот эту именно капельницу на отходы от краски, да? И у меня тут прям случился такой конфуз. И я бы ещё советовала делать все вот эти... Настройку принтера изначальную в перчатках. Потому что, когда работаешь с красителями, всё-таки вот здесь вот руки у меня всё, в общем-то, чёрные. В некоторых местах. Так что вот такое вот. Вот такой вот принтер. Юник. Продолжаем устанавливать драйвера. Всё, я уже дома печатаю. Горло, слышите, как село? Всё, принтер печатать. Я пока на обычной бумаге. Свинку-пепер. Всё, свинка-пепа напечатана. То есть, смотрите, вот она на обычной бумаге напечаталась. То же самое могло бы быть на пряники. И вот она здесь на экране. То есть, всё отлично. Ну что, горло село. Не знаю, под вечер почему-то прям горло садится. В общем, оно даже не то, что болит. В общем, я чувствую, что что-то тут не так, но не болит. Глазать не больно. Так, что хочу сказать по поводу принтера. Как только буду делать пряники, всё вам покажу. В общем, поподробнее всё расскажу, как это что происходит. Но могу сказать, что всё делайте в перчатках, потому что руки у меня чёрные. А так всё, в принципе, понятно. Я сама всё делала, сама всё доставала без сержуни. Как-то рассказывается ж стрёмно. Так что всем спокойной ночи. Всем огромное спасибо за ваши комментарии. Я всё читаю. Особенно хочу вас поблагодарить за комментарии по поводу того, когда Афонька ушёл, сбежал, не знаю, как это сказать. Вот, если честно, у меня сразу в голову такие мысли, что это я такая мамаша непутёвая. Ну, это просто вот такая вот ситуация. Детям, я думаю, это всё интересно убегать. И огромное вам спасибо за эти комментарии. Было очень честно, приятно. Вот, всё, иду отдыхать. Сейчас по полощу пойду горло, потому что мне не нравится, когда такое начинается. Но горло – это моё больное место. Если я заболеваю, то у меня обычно нету такого, что там сопли, очень редко, да, ну, сопли – нехорошее слово. Насморка, кашель – очень редко. У меня в основном вот так вот горло. Вот, всё, всем спокойной ночи, всем огромное спасибо. И всем пока!